Постоянное ожидание украинского контрнаступления, а также локальные провалы под Бахмутом заставляют россиян действовать на других направлениях. О том, что сегодня происходит на участке фронта в районе Купенска, Сватова и Кременной, разбираемся в этом видео. Сегодня в пророссийских телеграм-каналах появилась информация о том, что армия РФ заняла село Масютовка в Харьковской области. Россияне признают в результате боевых действий село, которое и до войны было небольшим, теперь превращено в руины. Также, по их сведениям, в штурме населенного пункта участвовали бывшие заключенные и некоторым из них, цитата, «удалось даже перейти реку Оскол и закидать укреп гранатами». Кроме того, как говорится в официальной сводке российской группировки «Запад», армия РФ продолжает использовать в этом районе авиацию. В ходе боевых действий на Купянском направлении авиации группировки войск «Запад» нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны. Кроме этого, сорваны три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов – Синьковка, Першотравневая и Кисловка. Аналитический проект «Дипстейт» в последней сводке подтверждает, россияне действительно взяли Масютовку. Украинское же командование пока ситуацию комментирует сдержанно. Там, сообщают, оккупанты действительно не прекращают попыток улучшить свое положение на этом участке фронта. Но наступательные действия в районах Масютовки в ВСУ назвали безуспешными. Военный обозреватель Денис Попович отмечает, особого прорыва россиян здесь ожидать не стоит. Предпосылок для взятия крупного города у РФ нет. Неясной остается ситуация в Куземовке. Так, в Z-каналах пишут, что их вооруженные силы покинули населенный пункт. Украинский же генштаб не спешит подтверждать эту информацию. Впрочем, по мнению аналитиков, если это действительно так, то это можно было бы считать определенным успехом ВСУ на этом направлении. Куземовка, о которой мы говорили выше, она фактически находится за трассой. То есть, если бы мы ее освободили, если бы эта информация была подтверждена, то можно было бы утверждать о том, что мы физически перерезали трассу Сватова. С мнением эксперта согласен и офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, который находится непосредственно в районе Кременной. По его словам, ожесточенные бои здесь идут в основном в лесистой местности и без особых продвижений. Мы находимся в певденном месте Кременна. Это Серебрянское лесничество. Позиции орков от наших позиций находится где-то 100 метров. Нас разделяет так называемая лапка. Орки от нас 100 метров. Это постоянно происходит стрелковая боевая. Практически каждый враг нашей позиции по нашим позициям работает минометами, танками. В позиции нашего батальона находятся лесовые кварталы. И лесовые кварталы, где практически ничего не осталось. И офицеры-эксперт считают ошибочным утверждение о том, что ВСУ либо ВСРФ в состоянии наступать в районе Кременной Сватова. Линия фронта здесь фактически застыла еще осенью, после харьковского успешного контрнаступления сил обороны. И за последние полгода каждая из сторон крепко осела на нынешних позициях. Военные же утверждают, чтобы добиться успеха в Кременной, нужно наступать с нескольких сторон. Лес, можно сказать, заминован с боку россиян и нашего сотнями снарядов, сотнями мін, он очень хорошо заминован. Поэтому какого-то субботу Оркев или наше пока что мало, вероятно. Если рассматривать перспективы нашего октября, то передумок пока что нема. Потому что если заходить в Кремену, то это нужно рассматривать с декольких сторон. Это с боку дорога, которая идет с лимана, а одна путь – это как раз с Сватового. А для того, чтобы выйти с Сватового, нам сначала нужно взять Сватового, а потом мы уже будем спускаться до Кременной. И там, где мы находимся, это как раз с певдень Кременной. То есть с трех боков, но передумок с нашего боку пока что нема. А вот Денис Попович не оставил без внимания и события, которые происходят уже по ту сторону российско-украинской границы – в Белгородской и Брянской областях России. По его мнению, атаки по российским объектам – это предвестники контрнаступления ВСУ. Однако кто и как осуществляет эти атаки, аналитик говорит, не спешит. Как видим, эти удары наносятся по инфраструктуре, эти удары наносятся по складам, по нефтебазам, это не только Белгородской области, по аэродрому и так далее. То есть это все речь идет о подготовке поля боя ударом по логистическим цепочкам. Повторяю еще раз, поскольку Украина не идентифицирует себя как в сторону, по которой у нас есть удары, будем предполагать, что это некая третья сила. Помогает украинской армии наносить удары по тылам вооруженных сил Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok